Всем добрый день! Сегодня 12 июля 2024 года, пятница, город Харьков, на улице плюс 32. Сейчас на улице очень жарко, солнечно, без осадков, но с ветром. Сегодня 16 часов 1 минута. Очень будет температура воздуха до плюс 21, будет без осадков, ветер 3 метра в секунду, влажность 45%. Всем привет, дорогие друзья! У нас сохраняется жара. Поэтому снимаю сейчас, потому что и сейчас жарко, честно, даже выходить на улицу не хочется. У нас сейчас нет света. Ну, как всегда, выключили ровно в 15 часов. Я написала в сообществе. Честно, вот говорю как есть, угнетает вот это выключение. Причем, я так понимаю, что, ну, как обещали нам энергетики, то в субботу и воскресенье вроде как не должны выключать. Ну, посмотрим, правда это или не правда. В любом случае, сегодня пятница. Мы ждем, как манны небесной, чтобы сейчас включили свет, чтобы хотя бы включить вентилятор. Потому что это неимоверно просто находиться в доме. В доме плюс 30. Для того, чтобы я не была голосновной, сейчас покажу. Как вы увидели по внутреннему нашему термометру, даже не плюс 30, а плюс 31 с половиной. И это в доме, и это вечер уже. На улице еще, конечно, жарче. Это понятно. Ну, и как нам синоптики обещают, в течение ближайших вот еще двух дней у нас будет подобная температура. На субботу и воскресенье будет еще больше. То есть, мы даже с Полиной планировали поехать куда-то в супермаркет, но решили, пока, в принципе, все есть. Поедем, возможно, на следующей неделе, потому что мы стараемся не ездить, когда суббота и воскресенье, когда людей больше. Ну, те, кто работает, у них ничего не остается, как покупать все в выходные дни. Поэтому мы подождем до следующей недели, нам не критично. Сейчас набираем воду, потому что, как я уже много раз говорила, напор у нас слабый, все поливают, но у кого хоть какой-то малейший огород есть. Вот, и напор, конечно, снижается до нельзя. Конечно, сегодня, слава богу, у нас воду не отключали. Я на всякий случай, как обычно, налила вот воду, 4 литра, эту кастрюльку, для того, чтобы, ну, было какое-то подспорье, запас, мало ли что. Но сегодня все нормально, мы ограничились, как говорится, только отключением света. Для того, чтобы завтра что-то такое делать и не быть связанной с готовкой, то приходится сегодня приготовить первое, второе и компот. Но компот я еще не сварила, на кухне очень жарко, поэтому, что могу, я варю, вот, ну, пока и убираю. Оно немножко остывает, и я могу убрать. Но компот я оставила уже на конец дня, думаю, я сварю, это не так уже сложно, вот, ну, немножечко позже. Даже, вы знаете, понаходила сегодня баночки для того, чтобы закрыть варенье, потому что одного варенья совсем мало, и в какую-то пол-литровую оно как-то будет совсем нехорошо. Нашла поменьше баночку, 300-граммовую, наверное, завтра буду закатывать с винтовыми крышками вот этими. Ну, и на второе варенье я тоже нашла, ну, а самое последнее из абрикос буду закрывать, наверное, в литровые баночки, там его достаточно много. Ну, посмотрим, может быть, я выкручусь и вот этими банками с крышками твистов, посмотрим. Несмотря на то, что жарко, все равно кушать что-то надо, особенно первое. Сегодня я сварила суп, нет, это не борщ, вы не угадали, это не борщ. Я сварила из свиных суповых наборов и куриного супового набора, вытащила, то есть получился бульон. Добавила молодую картошечку, старая у нас уже не продается. Дальше сделала зажарку из моркови, репчатого лука, болгарского перца, натертого кабачка и капусты. Все это заправила на сковороде томатной пастой, посолила, добавила сюда, потом добавила по вкусу уже соль и специи, вот, и добавила, ну, где-то 3 столовые ложки риса, вот, и получился вот такой супчик. Так, да, он похож, если не знать и не видеть, что тут нет буряка, то можно сказать, что это и борщ, наверное. Ну, пока я не хочу борщи, именно вот такие супы у нас почему-то начали, как-то мы все кушать. Ну, а потом я подрала с этих всех суповых наборов все, что было. Вот, косточки оставила, это двум собачкам у тети моей, мы отвозим периодически. Ну, а мяско я добавила сюда, и вот такой вот супец получился. Сегодня поели, еще на завтра будет, ну, я думаю, на 2-3 дня хватит. Сегодня сделала плова, потому что тоже надо что-то и второе кушать. Зажарка морковь, репчатый лук, потом 2 корачочка, которые мы вот тут по 65 гривен с копейками покупаем в посаде. Ну, и полтора стакана риса и где-то 2,5 стакана воды питьевой. Соль, приправы по вкусу. Притушила, вот, и попробовала, очень даже вкусно получилось. Всем приятного аппетита! На огороде, здесь под забором у нас помидорки спеют, вот, правда, кустики почему-то сохнут в самом низу. Вот это вот, конечно, проблема. Но, пока что-то завязалось, подспеет хорошо будет. Вот, помидорки здесь высокие, как вы видите, совсем. А фасолька что-то не цветет, не знаю почему. Видите, солнце такое прямо светит. Сегодня Андрюшка обрезал немножко виноград. Зачем? Потому что лианы пошли, очень разрослись. Это плохо. Потому что будет недостаток сока в сам виноград. Зачем нам лианы, на которых ничего нет. Мы их пообрезали. Плюс, конечно, мешает камере. Вот. Пообрезали, что можно. Пусть уже как-то наливается, как есть. И здесь частично, где я могла, я тоже доставала для того, чтобы лучше было. Но все равно оно отрастает. Еще пока урожай собирать, нам еще придется еще несколько раз, наверное, делать обрезку. Я сегодня немножко подрезала малину, потому что малина тоже начала так разрастаться. Пошла уже практически на абрикос. Но это вообще как-то не очень хорошо. Чтобы могла эти новые, как бы, молодые паганы пообрезала немножко. Да и хватит. Я думаю, виноградик оттуда тоже убрала. И все будет хорошо, когда поспеет где-то в сентябре. Аду я не стала обрезать отцвевший клемат. Из прямой я хочу собрать с него семена. Правда, не сильно я знаю, какие тут семена. Но в любом случае пусть остаются. Вот эти вот пушистые коробочки, это и есть семена. Ну, где вот что-то есть, а где и нету, ну, путь будет. Он такой пушистенький, такой классненький. Ой, замечательно просто дотрагиваться даже руками вот так. Ну что, пополивали мы зеленый лук. Это я еще поливала с утра. Но, как вы видите, после жары вот такой вот, все опять, как говорится, высохшее. Но ничего, потихонечку как-то начал отрастать. Как вы видите, жду, когда я соберу петрушку, семена петрушки. А вот, потому что в этом году мне так и не удалось вырастить петрушку. Поэтому я жду, чтобы собрать свои. И уже в другом месте постараюсь посеять. Так, ну, бурячок, какой-никакой есть, поливаю. Там морковочка и за морковочкой чесночок. Какой будет, такой будет. Все наше. Вот смотрите, мамына роза, она такая интересная. Она вроде как и полупустая, и полуполная. Ну, посмотрите, что делает солнце. Это же просто невообразимо. Все горит. Только распустилась уже вот. Назавтра оно уже будет такое же сухое, как и это. На очереди я обнаружила очередной шиповник. Скорее всего, я его выкопаю и пересажу на улицу. Но еще надо найти место, куда. Да. Это тоже была розочка. А так я не могу выбросить. Он вроде такой не сильно агрессивный. Ну, какой есть. Все на улицу. Как будет, так будет. Пока я снимала там. Андрюшка здесь уже полил помидорки. А там дальше на огородике не сильно польешь, потому что там же остаются соседи. И вечно заглядывают. И все постоянно расспрашивают. Поэтому пока повременим до самого вечера. Ну что, сегодня у нас еще такой праздник Петра и Павла. 12 июля. И вроде как по церковному сегодня ничего нельзя делать. Но, как говорил мне мой папа, а ему его бабушка, если, как говорится, надо, то Господь простит. Особенно, ну, мы не делаем, стараемся до 12 ничего в такие праздники. Ну, а потом, конечно, делать надо. Работа не стоит. Работа не ждет. Надо. И работы много. Ее всегда много. Поэтому, собственно, я вас всех с праздником с этим поздравляю. Но, как говорится, работу никто не отменял. Поэтому, все равно, как хочется, не хочется. Но в любом случае нужно что-то делать. Праздник не праздник. Все равно надо. В общем, все я вам рассказала. Сегодня, если честно, очень устала. Ничего не хочется. Но надо же еще компот сварить. Там чуть-чуть на кухне стало полегче. Поэтому проветрилось. И надо будет чуть попозже сварю компотик. Вот. Ну, в общем, дела я вам все наши рассказала. События. Ну, а завтра, завтра будет день. Будут новые дела. Новые совершения. Какие-то определенные планы. В общем, ладно. Всем сегодня хорошего вечера. Давайте, как говорится, настраиваться все равно на добрый, хороший лад. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что показывают в новостях. И все остальное надо себя настраивать. Особенно в своей голове. Все. От нас очень много зависит. В общем, сегодня всем хорошего настроения. Здоровья, благополучия. И всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok